И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия, как всегда, хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам на своем канале за вашу месячную поддержку. Спасибо, друзья! Ну что же, с прошлого нашего путешествия прошла почти неделя, и многие из подписчиков, любители космоса, любителей Space Engine на нашем канале накидали мне множество интересных мест в нашей вселенной, нашей галактике Млечный Путь, где бы они хотели, чтобы я попутешествовал и отснял для вас серию. Ну что же, в этом видео мы увидим два интересных места. Возможно, в каком-то видео мы уже путешествовали, рассматривали какие-то звездные системы, планеты. В общем, поехали, друзья! Первое место, куда сегодня мы отправляемся, это планета Корота-7b. Ранее она называлась Корот-экзо-7b, экзопланета, супер-земля, которая вращается вокруг звезды Корот-7, и вроде находится в созвездии Единорога, если мне не изменяет память. Планета открыта транзитным методом открытия в 2009 году. Планета, вообще, что она из себя представляет? Это раскаленная пустынная суперфирия. Посмотрите. Это огромный... Блин. Огромная планета, которая раскалена до... Беспредела я бы даже озвучил такую фразу. 2444 градуса по Цельсию на ее поверхности. Но, между тем, планета, кстати говоря, солнечные сутки бесконечны. Планета очень близко находится к своей родительской звезде. Звезда это желтый карлик, простите. И планета повернута одной стороной к своей звезде. Поэтому на светлой стороне как раз, скорее всего, где-то около 2444... Ну, около 2,5 градусов тысяч по Цельсию. А на другой поверхности, скорее всего, немного ниже, ну, где-то около 500, может быть, тысячи градусов. Либо к этой отметке. И, скорее всего, на ее темной стороне поверхность покрыта огромным слоем обычного водяного льда. И что еще такое примечательное, можно сказать, по этой системе, это... Посмотрите внимательно. Осевой период 20,5 часов. Орбитальный период 20,5 часов. Скорее всего, на этой планете самый быстрый год из всех известных нам планет. То есть, 20 часов длится один год. Невероятно. Фантастично. Да, бурлящий океан. Полностью планета, бурлящий огромный океан. И, вроде как, говорят ученые, что, скорее всего, эта планета может быть скалистым остатком газового гиганта размером с Сатурн, который был выпарен звездой до ядра. То есть, возможно, это ядро планеты. То есть, газового гиганта. Представляете? Невероятно. Так, ну что же, давайте попробуем опуститься на поверхность. Ох, 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 ох. Да, да, да. Поверхность просто раскалена. Посмотрите. Это кипящая лава. Поверхность раскалена. Здесь, то есть, камень, железо, все, что может находиться, полностью вот превращено вот в такой желтый-оранжевый бульон из лавы. Невероятно. На поверхности мне показалось, как будто бы больше температуры, даже выше 2444. Атмосферное давление невероятное, как на Венере. 586 атмосфер. Здесь просто тебя за секунду раздавит, расщепит до атома. Фух, а что же на темной, более темной стороне? Я надеюсь, там не так жарко. Что нам покажет на это симулятор? Ну, симулятор также нам, скорее всего, покажет, что здесь... Хотя нет, посмотрите. Здесь в районе, я уже на поверхности, здесь в районе 2372 градусов. Невероятно. Но мне кажется, что, скорее всего, там температура, ну, не намного, но до 1000 градусов меньше, чем на солнечной, на светлой, да, стороне. Так, а еще что интересного? Наш желтый карлик Корот-7. И он, по-моему, также имеет еще одну планету Корот-7С. Горячий Суб-Нептун. Вот интересный факт. Суб-Нептун. То есть, тоже еще один такой газовый гигант, да, который в скором времени, наверное, так же полностью выпарится до ядра. Так. Ох, здесь температура 700 градусов. А, ну, планета немножко дальше, чем Корот-7Б от своей родительской звезды находится. Но, тем не менее. Тем не менее, он очень так же раскален. Так, атмосферное давление. 204 атмосферы. Я так понимаю, это, да, не поверхность. Это мы где-то в его раскаленных облаках. Кстати, видно прям как... Все газы, да, из чего состоит Суб-Нептун, они полностью испаряются в открытый космос. Да, отсюда видно вот сам Корот-7Б, который так же испаряется. По-моему, у меня где-то есть уже серия, я не помню точно. Я, по-моему, по-короту что-то такое снимал. Надо будет потом, после съемок видео, посмотреть обязательно. Если найду, то я тогда вставлю ссылочку на свое прошлое видео по-короту. Так, ну что же, наверное, давайте перейдем ко второй части нашего видео. Тоже интересная система, которую я хочу вам показать. Это самая огромная, наверное, галактика, которая известна человечеству на данный момент. Итак, друзья, добро пожаловать, наверное, на самую огромную галактику. Эллиптическую, сверхгигантскую галактику в центре скопления галактик Абель-2029. Вероятно, это самая огромная галактика, которая известна человечеству. А хотите узнать ее размеры? Ее диаметр 6 миллионов световых лет. Галактика IC 1101. То есть, ну, примерно по размерам, как бы вам так показать, сравнить с Млечным путем, да, либо с галактикой Андромедой. Давайте примерно я вам сейчас дам представление. Допустим, представьте, вот это галактика IC 1101. Видите вот эту точечку? Вот эту точечку. Галактика RG 05-21-650. Вот примерно это галактика Млечный путь. Ну, и можно сказать, что так же рядом с ней бы, наверное, выглядела бы галактика Андромеда. Галактика Андромеда чуть больше Млечного пути. Представляете, насколько она, блин, огромна. И, кстати говоря, в ее состав, по-моему, да, входят еще менее такие меньшие галактики. Невероятно. Находиться рядом с этим огромным пузырем, это просто фантастично. Интересно, это спиральная галактика? Это больше похоже на какую-то туманность. Это, знаете, как примерно выглядит Магелланово облака. Большое и малое Магелланово облако. Да, вот такая маленькая галактика. Найти бы где-нибудь в ней было бы расположена какая-нибудь спиральная галактика на типа Млечный путь, да, либо Андромеда. Так, давайте попробуем вот к этому объекту перелететь. Наверное, от IC 1101 я уже, скорее всего, далеко. Ну, да. Сколько расстояния до IC? Давайте посмотрим. 69 миллионов световых лет. Это не очень-то много по сравнению, да. В 1 миллиард лет, в 2 миллиона световых лет там. Сравнить Млечный путь и Андромеду. Она просто огромна. На ночном небе... Я не знаю. Она смотрелась бы просто великолепно. Огромный шар. Огромный пузырь. Как представить? Огромным, наверное, солнцем. Просто большим солнцем на нашем ночном небе. Она, наверное, смотрелась бы, я думаю. Что можно сказать еще по IC 1101? Ну, то, что в 60 раз крупнее, конечно, Млечного пути. И в 2000 раз массивнее. И, скорее всего, она содержит примерно около 100 триллионов звезд. Представляете? Это невероятно. Да. Ну, в принципе, по размерам, наверное, я сказал. То, что, скорее всего, оно бы поглотило большое, малое Магелланово облака. Галактику Туманности Андромеды. Галактику... Какие еще ближайшие галактики к нам есть? Ну, галактика Треугольника, скорее всего, да. Ох. Невероятно. Я хочу подлететь намного ближе. А что была за точка только что вот здесь? Кстати говоря, да, звезды есть. И очень-очень слабо проглядываются в самый центр. Ох. В самый центр попасть. Нет, я не хочу, наверное, пока что в самый центр. Давайте попробуем найти какую-нибудь звезду. Ну, вот, пускай даже будет оранжевый гигант. Звезда РС-104-16. Перейдем к данному объекту. Я хочу посмотреть какую-нибудь планету найти. Горячая пустынная Субтерра-6А. Планета РС. Эм, такс. Опять же, мир очень раскален. Опуститься на поверхность... Конечно, опуститься на поверхность мы опустимся. Но вот что-то рассмотреть с поверхности будет тяжеловато. Вот такая теплая пустынная Субтерра. Опустимся сюда. И... Внимание, наверное, да. Мы находимся на ночной стороне. Ох, невероятно. Как выглядит рядом ее планета Двойник. Это ночное небо. И оно очень, в принципе, светлое. За счет... Галактики, да. И расположение в ней очень многих... Различных звезд. Ну что же, друзья. Наверное, на этом свое путешествие сегодня мы закончим. Всем огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, ребята. Спасибо за то, что вы мне подсказываете и рассказываете о интересных системах, которые вы бы хотели видеть в наших выпусках видео. Ну а я, в свою очередь, снимаю о них и показываю вам. Ну что же, всем спасибо за просмотр. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик. Всем пока-пока, новых открытий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok